Такого действительно еще не было. Ракетный удар по Украине вчера анонсировал Сергей Лавров прямо из Нью-Йорка, выступая на Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Очень удобно, да, приехать в Нью-Йорк, выступить на главной мировой площадке и сказать, что Россия хочет мира и готова к переговорам. Как только эти слова вчера прозвучали, сразу было понятно – жди ракетного удара. Собственно говоря, он и произошел. Большинство жителей Украины начинают понимать, кто их подлинный враг и кто долгие годы морочил им голову, пугая Россией, насаждая ложь о нашей стране и отменяя нашу общую историю. Здесь сразу хочу предупредить, что у Риббентропа ничего не выйдет. Да, тяжело, но самое главное – Россию никто не боится. Страшно, опасно, задача выжить в принципе непроста в сложившейся ситуации, но их не боятся. Россия, российских оккупантов, их презирают. Ну и по поводу, кто тут друг и брат, естественно, засвидетельствовала сама фашистская федерация. Значит, что у нас? Погибшие, десятки раненых, удары Киев, Харьков, Сумская область. Ну, в общем, как обычно. Но эти слова Лаврова всегда нужно сопровождать вот этими кадрами. Русские и украинцы, да и другие национальности живут там в мире и согласии. Для чего Риббентроп вместе с Ашкаровой отправились аж в Нью-Йорк? Там полмира оплетели, потому что самолеты на Риббентропа не везде пропускают. Чтобы собрать Совбез, а Россия, как-то не странно, до сих пор постоянный член Совбеза. И задача была такая. Остановить, прекратить поставки вооружений в Украину. Для того, чтобы, как говорит Сергей Викторович Лавров, он же Риббентроп, не погибали люди. По мнению одного из главных российских нацистов, счастье украинского народа исключительно в оккупации. И тут есть одна особенность. На территориях, на которых сейчас находится российский оккупант, что там тишина, молчание и смерть. Как на кладбище. Ну и, конечно же, переполненные тюрьмы, пыточные. Тюрьмы, причем не только на оккупированных территориях, а и на российских территориях. Лефортова, наверное, повидало рекордное количество жителей Мелитополя. Интересов украинского народа в войне против России как не было, так и нет. Есть только интересы англосаксов, их подручных и преступной, прогнившей киевской верхушки, которая повязана с западом круговой порукой, и которая боится, что ее сметут на следующий день после окончания войны. Как мы запели, о войне заговорили. Но раз так, тогда что? Нужно наносить хуй по российской территории. Война так война. Но что мы тут слышим? Значит, на следующий день после окончания войны снесут Зеленского. Но я сразу хочу всех успокоить, после окончания войны будут проведены выборы. И парламентские, и президентские. И это же не Россия. Здесь не назначают президента, а избирают. А россияне, и Лавров, кстати, начал об этом говорить, что очень важно, чтобы были переговоры, но не о сохранении власти в Украине. Если кто-то думает, что речь идет о Зеленском, ничего подобного. Они хотят сами здесь устанавливать оккупационный режим. Ну и, соответственно, фамилии. У них уже составлены, живут эти люди достаточно давно в Москве. Значит, что заявил там Римментроп? Россия все это время отмечала, что мы будем готовы обсуждать любое серьезное предложение и достижение решения, гарантирующего легитимные национальные интересы России и украинского народа. Вот какая интересная штука. Значит, вроде как мы готовы к переговорам, но только на наших условиях. Действительно, это практически дословная цитата Адольфа. Нет, не Путина. Адольфа Гитлера. Мы вынуждены были начать военную операцию против взорвавшегося от ощущения своей безнаказанности преступного режима, не пожелавшего, несмотря на наши многочисленные, многолетние усилия, отказаться от войны против своих же граждан на юге и юго-востоке Украины и от политики тотальной дискриминации русскоязычных украинцев. Вроде бы Риббентроп перед этим рассказывал, что англосаксы начали войну против бедной, несчастной, очень доброй и миролюбивой Рашки. А тут о какой-то специальной операции речь опять идет. Ну и, конечно же, всегда слова Лаврова должны быть снабжены реальными кадрами с территории Украины. Это касается и... Захаровой. Сейчас западники говорят, не слушайте Россию, а смотрите на то, что происходит на Украине. Потому что ведь они же показывают то, что происходит на Украине на своих каналах. А это же не то, что там происходит. Самое интересное, что кадры сегодняшних ударов по украинским городам покажут по российскому телевидению. Почему? Потому что россияне должны все знать, и они все знают. Естественно, это будет снабжено словами, что, ну вот мы даже сейчас на кадрах видим, сразу видно, что это французские наемники, или, может быть, не французские, может быть, немецкие. Ну, англосаксы, в общем. Как же по-другому? А, французские наемники. Все эти формулы – путь в никуда. И чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Брюсселе это осознают, тем лучше будет и для Украины, и для Запада, которому крестовый поход против Украины уже создал очевидные репутационные и экзистенциальные риски. Советую к этому внимательно прислушаться, пока еще есть время. Вот на днях наша страна заявила, а сегодня, вот в эти сутки, еще и подкрепила списком из конкретных имен и фамилий наличие французских наемников на территории Украины. Да, теперь их там нет. Действительно. Потому что Министерство обороны отработало эту точку. Но ведь эти же люди были, и их наличие там отрицает и Министерство иностранных дел Франции, и Министерство обороны даже Франции. Вы понимаете, до какого лицемерия они дошли? Речь идет в данном случае о предыдущем ударе по социальному сооружению в Харькове. И чтобы объяснить свои действия, Маша и весь фашистский российский МИД, они объявили о том, что там были французы. Французские наемники. Миллион французов в Харьковском детском саду погибло. И вот теперь они носятся с этой информацией. Фамилии знают, все они знают. Единственное, что люди, которые они вписали в эти списки, находятся во Франции, и у них все хорошо. Но к черту подробности. Правильно? Чем возмущается на российская делегация, что вранье Лаврова, оно же не заходит. Все все прекрасно понимают. Нет, есть, конечно, китайские друзья, которые говорят, мы за мир во всем мире, давайте прекратим стрелять. Нет, есть еще наши соседи с уникальным мировосприятием. Примерно такое же оно, как у Лаврова. Один в один. Я говорю о Роберте Фитце. Но почему я говорю, что вот это вот боление российской делегации, оно не доходит отклика. Все прекрасно понимают, кто виновен в массовых жертвах. В том числе в Донецке. О жертвах, которые очередные видят, опять же, слышат о них весь мир. Но посмотрите, как они манипулируют даже числом жертв. Вот после Сергея Лаврова выступала представительница Мальте. И она сказала о жертвах. Каких жертвах? Просто цифры. Она не сказала опять, кто наносит удары. По каким объектам наносятся удары. Из какого оружия наносятся удары. Ничего из этого нет. Есть просто цифра, название городов и обвинение России. В идеальном мире Марии Захаровой на Риббентропа и на других российских нацистов все должно быть так. Должна быть одна Станкинская башня, которая является истиной в последней инстанции. То, что они ставят, какую пластинку они ставят, должны все повторять. И говорят, боже мой, это же говорит Москва. Когда-то это вызывало у многих какие-то эмоции. А сейчас это то же самое, что говорит Берлин до 1945 года. Один в один. Значит, а почему Мальта и другие страны обвиняют Россию? Да потому что Лавров только что сам сказал об этом. И про 2014 год он вспоминал. И, собственно говоря, про начало специальной военной операции, которую сам Лавров называет сейчас войной. Удивительное рядом и весь этот бред сумасшествия действительно транслируют из Нью-Йорка. Из штаб-квартиры ООН. Вот манипуляция этой темы. Но мы сделаем все, чтобы тема ситуации на Украине звучала каждый день во всех форматах. И в зале заседания Совета Безопасности ООН и Генассамблеи, в специализированных комитетах и комиссиях ООН и других международных организаций. В ходе наших брифингов на сайте Министерства иностранных дел, Министерства обороны. У нас есть специальный институт, создан спецпредставитель, уполномоченного Министерства иностранных дел по преступлениям киевского режима. Об этом будет знать весь мир. Обещаю, Зеленского не забудут. Должен напомнить, откуда взялось выражение *** Харова. Это же ее так в Москве называют ее коллеги по пропагандистскому цеху. Так вот, в некотором роде ее вот эта вот экспрессия, она почему-то напоминает такую *** Российскую ***. Ну, почему-то числится она официальным спикером МИД Российской Федерации. Дело тут не в этом. Значит, понятно. Мы знали, и тут новости нет в том, что они хотят уничтожить в Украине всех. И они бы это сделали бы, если бы могли. Так вот, цель визита Лаврова в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН какая? Значит, остановить поставки вооружений в Украину. Об этом мы уже говорили. И в некотором роде их услышали. Значит, новость последних часов. НАТО заключило сделку по поставкам боеприпасов на сумму более миллиарда евро для поддержки Украины. Об этом заявил Йенс Толтенберг, глава НАТО. Он говорит о том, что это битва боеприпасов и так далее. К чему это все? Что вот этот вот информационный шум и московские понты, они влияют только на московских представителей в рамках вот этой среды, где они живут. Они там друг друга натирают, возмущаются и изрыгают нацистские речи. На мир это не действует. Но ясно одно, что действует на российских захватчиков. Это пули, снаряды и бомбы. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, есть и будет. До побачения. Продолжение следует...